Вполне возможно, в скором времени здесь, на Лыбевском бульваре, появятся скульптурные композиции, посвященные известному советскому фильму «Золушка». И это весьма символично, ведь эту экранизацию знаменитой сказки нередко связывают с Рязанской землей. Ну, во-первых, многие считают, что съемки происходили в Рязанской области, а именно в Кирицком имении барона фон Дервиза. Действительно, в 1947 году в бывшем поместье отдыхал один из высокопоставленных московских чиновников. Ему так понравилась древняя усадьба, что он привез сюда съемочную группу фильма, и вот на этом балконе был записан всего лишь один эпизод известной сказки. Спасибо вам, дорогой принц. Спасибо вам за все. И за то, что вы такой заботливый, и за то, что вы такой вежливый, ласковый, добрый, лучшего. Я никого не встречала у нас здесь. Почему вы говорите со мной так печально? Потому что... Потому что мне пора уходить. Нет, 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 я не могу вас отпустить. Честное слово, не могу, не могу. Нет, нет. Я все обдумал? Я после мороженого вам бы прямо сказал, что я люблю вас. Однако не стоит забывать, что одну из главных ролей в этом фильме сыграл наш земляк – Эраст Гарин. Помимо короля, в сказке «Золушка» он сыграл не в одном десятке фильмов и спектаклей. Именно его голосом в мультфильме «Винни-Пух» говорит Ослика Иа, и также он был обладателем множества наград. При этом мало кто знает, что Эраст Гарин родился в 1902 году в Рязани, а большую часть своего детства провел в селе Песочня. Раньше половину этого здания занимало песочинское лесничество, а во второй половине жил работающий лесничем отец Эраст Гарина – Павел Герасимович. Именно здесь вместе со своим отцом вплоть до 1915 года жил будущий актер и режиссер театра и кино. Он любил песочню, реки, озера, леса. Это великолепное село. И неоднократно затем уже приезжал, потому что он в 8-летнем возрасте поступил в гимназию Зелятрова. Это вот где школа номер 7. Гимназия сейчас, наверное, в Рязани. Красивые здания. Но ежегодно приезжал сюда. Затем семья Гаринах переехала в поселок Ласково. И последний раз Эраст Павлович побывал в Песочне в 1968 году. Он подходил к этому зданию, беседовал с жильцами. А в ту пору тут жили уже учителя Песочинской средней школы. Походил у березок, уже не сохранившийся, в которые сажал с отцом. И очень было много воспоминаний. Так что появление в нашем городе скульптурных композиций, посвященных советской золушке, вполне закономерно. И, возможно, благодаря этому рязанцы лишний раз вспомнят о своем земляке – Эрасти Гарине.